Привет, Земля! На связи студия подкастов Ред Барн. Это еженедельные новости науки и космоса. Первый японский лунный модуль с первым арабским луноходом вышли на окололунную орбиту. Японский спускаемый лунный модуль Хакута-Р, на борту которого находится луноход Объединенных Арабских Эмиратов Рашид, успешно вышел на окололунную орбиту. Высадка на Луну должна состояться в конце апреля. Модуль Хакута-Р разрабатывался частной японской компанией iSpace в течение 10 лет. Текущий полет стал для него первым. Луноход Рашид оснащен солнечными батареями, камерами, тепловизором, микроскопом и зондом Ленгмюра. Он сможет двигаться со скоростью примерно 10 см в секунду и преодолевать небольшие препятствия. А Рашид будет исследовать лунный реголит и среду вблизи поверхности Луны в течение одного лунного дня, то есть в течение 14 земных суток. Для Эмиратов это первый подобный аппарат. Полет Хакута-Р начался 11 декабря 2022 года. 21 марта 2023 года модуль включил свою двигательную установку на несколько минут и успешно совершил маневр выхода на орбиту. Столь длительный перелет на Луну не случайен. Траектория рассчитывалась таким образом, чтобы затраты топлива были минимальны. Успешный выход на орбиту был крайне важен для iSpace. В дальнейшем компания планирует оказывать услуги доставки к Луне различных аппаратов на контрактной основе. Однако самой сложной частью миссии станет именно прелунение. Неоднократно случалось так, что автоматические зонды разбивались при попытке высадки. Например, в 2019 году такая участь постигла израильский аппарат «Берешит» и индийский «Чандраян-2». В ближайшие пару месяцев модуль совершит ряд орбитальных маневров для подготовки к посадке на спутник Земли. Если она окажется успешной, то Япония и Объединенные Арабские Эмираты пополнят список стран, которым удалось совершить мягкую посадку на Луну. А пока в нем всего три страны – Китай, США и Россия. В космосе обнаружен загадочный объект, не поддающийся классификации. Телескоп «Хаббл» сделал фото загадочного космического объекта, который находится примерно в 390 миллионах световых лет от Земли в созвездии Лиры. Он получил название Z22915. Однако ученые так и не смогли точно его классифицировать. Представители Европейского космического агентства заявили, что объект попадает сразу под несколько классификаций. Большинство ученых все-таки склоняются к тому, что это спиральная Сейфертовская галактика с активным ядром, отличающимся мощным выбросом газа. А ядро, в свою очередь, является еще и квазаром, то есть активным ядром галактики на начальном этапе развития. Внутри объекта Z22915 также находится сверхмассивная черная дыра, закрутившая вокруг себя весь материал из галактики, который сильно нагрелся и начал излучать яркий свет. Таким образом, внутри Z22915 объединяются сразу три космических объекта, что усложняет классификацию и делает находку еще более уникальной. Новые наблюдения с Хаббла показали, что Сатурн разрушается. Согласно наблюдениям, частицы из колец Сатурна падают в атмосферу и нагревают водород, из-за чего планета медленно разрушается. Исследователь Лотфе Бен Яфель из Парижского института астрофизики и его коллеги сделали это открытие, изучая архивные данные двух зондов Voyager, которые пролетели мимо Сатурна в 1980 и 1981 годах. Команда провела новые наблюдения Сатурна с помощью космического телескопа Хаббл и сравнила архивные измерения в ультрафиолетовом спектре. Астрофизики увидели, что спектры совпадают во всех случаях, а это означает, что старые измерения подтверждают новые данные. Также полученные снимки показали дополнительный ультрафиолетовый свет, исходящий из-под колец Сатурна. Кольца медленно распадаются, поскольку они подвергаются бомбардировке с солнечным излучением и метеоритами. Но, судя по всему, сама планета тоже подвергается распаду. Когда осколки льда падают с колец на планету, они нагревают верхние слои атмосферы и вызывают дополнительные ультрафиолетовые вспышки. Факт распада колец известен давно, однако его влияние на температуру верхних слоев атмосферы Сатурна стало для ученых неожиданностью. Астрофизики уточняют, что находятся лишь на начальном этапе исследований и продолжают анализировать все особенности этого явления. Ученые столкнулись и с новой загадкой. В тех же самых широтах планеты находится столько горячего водорода, что это невозможно объяснить с помощью науки. Возможно, часть водорода поступает из колец или из ледяного спутника Сатурна, однако знаний, чтобы объяснить этот феномен, пока недостаточно. На Луне найдены гигантские скопления воды, образованной солнечным ветром. Геологи проанализировали образцы лунного грунта, который в 2020 году был доставлен китайской станции Чанья-5 и обнаружили в них возобновляемый источник воды. Вода залегала в крошечных стеклянных светящихся гранулах лунной грязи размером менее 1 мм. Всего ученые исследовали 32 такие гранулы, которые при столкновении с молекулами водорода в солнечном ветре могут постоянно выделять в воду. Ученый Хэцзю Хуэй из Нанкинского университета уточнил, что для исследований потребуется огромное количество стеклянных гранул. На Луне таких частиц миллиарды, если не триллионы, но добывать их будет непросто. Как полагают ученые, во время будущих роботизированных миссий возможно получится добывать воду при нагреве гранул, но еще предстоит выяснить, безопасна ли она для питья. Также есть предположение, что подобные образования могут накапливать воду из солнечного ветра не только на Луне, но и, например, на Меркурии и астероидах. Землеподобная планета Трапест-1b оказалась полностью лишена атмосферы. Звезда Трапест-1 расположена от нас всего в 40 световых годах в созвездии Водолея. Она примерно в 10 раз меньше Солнца, но имеет свою систему из 7 планет. По размерам все они сопоставимы с Землей, а 3 из них находятся в пределах зоны, где достаточно тепла для существования воды и, возможно, даже жизни. Потенциальная обитаемость этих планет зависит от наличия и свойств атмосферы, которая может влиять на температуру, например, за счет парникового эффекта. Но высокая активность ультрахолодного карлика Трапест-1 способна легко уничтожить любую атмосферу, тем более, что все планеты в системе находятся к ней ближе, чем Меркурий к Солнцу. С другой стороны, атмосфера на них может постоянно восполняться за счет каких-либо геологических процессов. Ближе всех к звезде расположена самая крупная планета в системе – Трапест-1b. Полный годовой оборот она совершает всего за полтора земных дня, получая в 4 раза больше излучения своей звезды, чем Земля от Солнца. Радиус планеты почти равен земному, но масса составляет чуть меньше 0,8 массы Земли. Это говорит о низкой плотности, предположительно связанной с большим количеством воды или других легких веществ в ее составе. Новые наблюдения Трапест-1b, проведенные с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб, показали, что атмосферы у нее нет. Об этом сообщается в статье Томаса Грина и его коллег из исследовательского центра Эймса, НАСА. Джеймс Уэбб рассмотрел Трапест-1b в инфракрасном диапазоне в те периоды, когда планета начинала и завершала прохождение позади своей звезды. В такие моменты видно их общее излучение. Вычислив разницу, можно получить излучение самой планеты, определив ее температуру. Для Трапест-1b она составила около 230 градусов Цельсия. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна. Редактор субтитров А.Семкин